Привет! Это Love Matter-существо, которое вы видите в кадре. Это я, Майя, и сегодня я собираюсь привести в порядок свою прическу, а именно пострижься, причем сама. У многих наверняка вызывает опасение попытка стрижки на дому, и у некоторых из вас, наверное, есть уже негативный опыт или детская травма от постригания челки вашей мамой. Но это все не такой уж серьезный повод, чтобы не попытаться еще раз, ведь хорошего результата добиваются только упорные. В любом случае, это поможет вам сэкономить средства и получить интересный опыт, что немаловажно, ну и в случае полного провала призвать на помощь кого-нибудь более опытного. В конце концов, эти волосы отрастут. Итак, что нам нужно? Ножницы. Хорошо, если у вас есть парикмахерские ножницы, но подойдут и любые очень острые ножницы. Я буду пользоваться вот такими длинными, так как для моей стрижки это довольно удобно. Расческа. Как же без нее? Резинка. И зажимы или невидинки, чтобы вам было удобно во время стрижки, если вы хотите подправить отдельный участок. Небольшое зеркало, чтобы видеть, что происходит сзади. И какая-нибудь накидка, чтобы не покрыться колкими, обрезками волос, ног и головы. Можно, конечно, делать это белышом, но я вам на ютубе такого показать не могу. На Али, кстати, можно найти парикмахерские товары за весьма небольшую цену. Но всегда смотрите репутацию продавца и отзывы на товар, чтобы не купить ненужную кури. Что ж, у меня чертятся ручонки, пора начинать. Я буду делать это в душе. Да, у меня на корабле есть душ. Для начала я тщательно расчесываю волосы. Я разделила их на прямой пробор, но точно так же можно сделать и косой. Собираем их низкий хвост ровно посередине. Туго завязываем резинкой. Если вы хотите оставить волосы подлиннее, просто потяните резинку вниз и оставьте на желаемом уровне. Существуют еще специальные зажимы для стрижки со встроенным уровнем. Их можно найти на Али. Кстати, я буду стрижься на сухую, на чистые волосы, но это можно сделать и с влажными волосами. Главное помните, что при высыхании мокрые пряди становятся короче. Крепко хватаем пальцами наши волосы, стараясь распределить их ровным слоем. Вот так. И начинаем резать. Это можно делать как сверху, так и снизу резинки, что вообще-то легче. Распускаем наши волосы, еще раз расчесываемся. Теперь подравниваем то, что выбивается из общей картины, постоянно помогая себе расческой. Не забываем проверить, как там наш тыл. Можно задрызнуть волосы водой из пульверизатора, если они не поддаются. И в целом лучше отрезать по чуть-чуть, ведь укоротить всегда легче, а обратно не приклеить. Хм, пожалуй, хватит. А теперь можно заняться нанесением стайлинговых средств и укладкой. Вот и моя новая перчетка. Это всегда так освежает. И это можно делать, когда захочется, прямо у себя дома. Не так уж и сложно, главное не бойтесь. А если уж случилось страшное, то помните, что самые свежие решения зачастую приходят именно в таких ситуациях. Все к лучшему. Любите себя, ну и меня. Подписывайтесь на мой канал. Пока!